Это библейский портал exoget.ru Сегодняшняя тема – погребение Господа Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 19-я глава, с 31 по 42 стихи. Господь Иисус Христос, распятый на кресте, произнес «совершилось», то есть «я выполнил свою миссию, я достиг цели, и, преклонив голову, испустил дух». 19-я глава, 31 стих. «Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их». В греческом тексте несколько иное выражение. «Поскольку было приготовление», то есть приготовление к пасхальному празднику, к пасхальной трапезе, «то евреи заботятся о том, дабы снять тела распятых с дерева». Они следуют указанию книги «Второзаконие» Пятикнижия Моисеева, где говорится, если ты кого-то приговоришь к смертной казни и повесишь на древе, то необходимо его тело снять в этот же день, дабы не осквернилась земля. Поэтому, конечно, дабы не осквернить величайший праздник Пасхи, евреи заботятся о том, чтобы еще до захода солнца, до наступления нового дня, снять тела распятых со крестов, ибо они распяты на деревянных крестах, на дереве, и поэтому они прокляты. Приходят к Пилату и просят перебить голени. Путем перебиения голени у распятых достигались две цели. Первая – ускорялась их смерть, вторая – была исключена возможность их побега. Сами евреи не могли ускорить смерть распятых, поэтому вынуждена обращаться к римской власти в лице прокуратора Понтия Пилата. 32 стих. «Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним». Пилат отдает желаемое евреями распоряжение. «Войны приходят, перебивают голени у разбойника распятого слева от Господа Иисуса Христа и справа». 33 стих. «Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени». 34 стих. «Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Нет смысла перебивать голени, если человек уже умер. Для того, чтобы удостовериться в том, что человек умер, один из римских воинов пробивает копьем Господу Иисусу Христу ребра. В греческом тексте стоит слово «плевра». «Плевра» может означать «ребро» либо «сторону бок». Видимо, воин пронзает копьем как раз туда, где находилось сердце. Как же понять, что тут же истекли кровь и вода? Есть два объяснения. Первое объяснение заключается в том, что в пространстве около сердца могут быть воды, и, соответственно, если истекает кровь и вода, это значит, что римский воин попал копьем точно в сердце, то есть признак того, что данный человек, если и не был полностью мертв, то был убит ударом копья римского воина. Однако другое объяснение иное. Это второе объяснение предполагает, что если человек уже умер, происходит сворачивание крови. Если пронзить копьем труп обычного человека, то, конечно же, ни кровь, ни вода не истекут. Римский воин пронзает тело Господа Иисуса Христа и истекают кровь и вода, что указывает на то, что тело его было иным, нежели тела остальных людей, ибо тела остальных людей были вследствие грехопадения прародителей, вследствие того, что люди согрешили, склонны к смерти. А вот тело Господа Иисуса Христа не было склонно к смерти, поэтому сворачивание крови даже в умершем теле Господа Иисуса Христа не произошло, и поэтому истекают кровь и вода. Второй вариант объяснения имеет право на существование, потому что в последующем 35 стихе Иоанн Богослов дополнительно подтверждает, что он увидел именно истекшее кровь и воду. 35 стих. Тем самым автор Евангелия хочет сказать, я понимаю, что это очень необычно, дабы из тела пронзенного человека истекли кровь и вода, но я это сам видел, и я это свидетельствую, стоит греческий глагол, мартирео свидетельствует на суде, я это свидетельствую так, как если бы я был свидетелем на суде. 36 стих. Иоанн Богослов имеет в виду здесь текст Священного Писания Ветхого Завета, Пятикнижие Моисеева, книга Исход, 12 глава. Там говорится о том, как следует вкушать пасхального агнца во время праздника Пасхи. Цитата. И сказал Господь Моисею Иоарону, Вот устав Пасхи, никакой наплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не оставляйте от нее до утра. Не выносите мясо вон из дома и кости ее не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Интересно, что в книге чисел, 9 глава, 15 стих, когда дается предписание в отношении совершения Пасхи путешествующими евреями, также указывается, что не должно сокрушать, то есть ломать кости пасхального агнца. Цитата. И пусть не оставляют от нее, от пасхальной трапезы, до утра, и кости ее не сокрушают, пусть совершают ее по всем уставам о Пасхе. Стоит вопрос, по какой причине Бог через Моисея предложил еврейскому народу при совершении пасхальной трапезы не ломать кости пасхального агнца? Ответа на этот вопрос нет. И христианские экзегеты предполагают, что это повеление было дано еврейскому народу как прообраз смерти истинного пасхального агнца, Господа Иисуса Христа. У Христа не были сломаны кости во время принесения жертвы, поэтому и евреи, когда вкушали свои жертвы, а эти жертвы были всего лишь прообразом жертвы номер один, самой главной жертвы Нового Завета, они тоже поэтому не имели права сокрушать, ломать кости для жертвенных животных. 37 стих. Также и в другом месте Писание говорит «возряд на того, которого пронзили». Вспомнив о Торе, пятикнижии Моисеевом, Иоанн Богослов вспоминает еще и пророчество из книги Захарии, 12 глава, 10 стих. Цитата. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они возряд на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне и скорбеть, как скорбят о первенце». Здесь у пророка Захарии содержится предсказание о том, что в момент, когда благодать сойдет на Иерусалим, жители будут взирать на того, которого пронзили, а праведные жители будут о нем скорбить. Да, действительно так и произошло. Благодать сходит, потому что принесена жертва Господа Иисуса Христа. Происходит очищение верующих в него от греха. 38 стих. «После сего Иосиф из Аримафии, ученик Иисуса, но тайный из-за страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса». Об Иосифе Аримафийском упоминают все четыре евангелиста. Из повествования синоптиков мы знаем, что он был богатым, знатным человеком, членом Синедриона. А вот Иоанн Богослов указывает, что он был тайным учеником, тайным из страха перед иудеями. Но если тогда при жизни Господа Иисуса Христа он был тайным, теперь в самый критичный момент он себя открыто объявляет учеником Христовым и даже дерзает войти к Пилату. Пилат его потому и принимает, что Иосиф из Аримафии, а предполагает, что Аримафия – это рама, место, где родился пророк Самуил. Его потому Пилат и принимает, что Иосиф очень известен и богат. И он, Пилат, дает разрешение на то, чтобы Иосиф снял тело Иисуса. Ученики, которые разбежались, даже не предпринимают попыток войти к Пилату, их бы все равно не приняли. Более того, из дальнейшего повествования Евангелия от Иоанна видно, что они, ученики, боялись. Раз нашего учителя распяли, то могут обвинить и нас, как его пособников, и нас также предать какому-либо наказанию. Поэтому и приходит Иосиф Аримафийский. 39 стих. Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью и принес состав из смирны и алоэ литр около ста. Приходит и Никодим, тот самый, с которым Господь Иисус Христос беседовал ночью, который тоже был членом Снедриона, и который, по-видимому, приходил ночью также из страха перед иудеями. Он чуть позже будет Господа Иисуса Христа пытаться защитить перед еврейским собранием и сказать, разве мы можем судить человека, прежде не выслушав его? Однако этот аргумент не будет принят другими членами собрания. И вот теперь также, в критический момент, Никодим приходит и также объявляет себе явным образом учеником Иисуса. Но не только приходит, а еще и приносит необходимые для погребения благовония смесь смирны и алоэ приблизительно литров сто. Однако не нужно думать, что это наши с вами литры. Здесь стоит греческое слово литра. Оно означает 327,5 грамм, если речь идет о мере веса. Ну а, соответственно, если речь идет о мере объема, то это примерно 327,5 миллилитров в случае, когда измеряется объем водой. Соответственно, около 100 литров это примерно 32,75 килограмма наших или 32,75 наших литра. Это много, но предполагают, что в этих 32,75 литрах были как жидкости, так и некие благовония для воскурений, так и, соответственно, некий порошок, который необходимо было насыпать на ложе для погребения, также чтобы придать данному месту благоухание. Это тоже большое количество, и оно говорит о том, что Никодим озаботился, дабы максимально обеспечить погребение своего учителя. 40 стих. «Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». Иоанн Богослов указывает, что погребение свершалось в полном соответствии с еврейскими обрядами. 41 стих. «На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен». Лучше, конечно, перевести греческое слово «мнемион» как «гробница». Совсем близко от того места, от лобного места, где был распят Господь Иисус Христос, находился некий сад, а в саду новая гробница, которая еще прежде никем не использовалась, то есть там еще не хоронили усопших. Современные археологические исследования показывают, что неподалеку от Голгофы на месте, где была заброшенная каменоломня, действительно могли устроить новые гробницы. Соответственно, Господа Иисуса Христа погребают в новой гробнице. И поэтому мы можем сказать, раз тело Господа было особым, источило кровь и воду, и тело Господа воскресло, ибо во Христе жизнь и жизнь для всех людей, то, соответственно, во время пребывания в гробнице тело его не соприкасалось с телами других усопших, то есть не получило никакого ритуального сквернения с точки зрения еврейского религиозного ритуального закона. 42 стих. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. В греческом тексте чуть иначе. Итак, там из-за приготовления иудеев, поскольку близко была гробница, они положили Иисуса. Иоанн Богослов еще раз подчеркивает, готовились встретить праздник Пасхи. И малое расстояние от Голугофы до этой новой гробницы как раз и стало основной причиной, по которой Господа там и погребли. Поскольку гробницы в тот период представляли собой центральную комнату, в которой уже могло располагаться ложа, и на это ложа клали усопших, а также из этой центральной комнаты шли коридоры, и в этих коридорах были дополнительные ложи, на них тоже класть могли усопших. Возможно и гробницы Господа Иисуса Христа имела подобное устройство, по крайней мере, она должна была содержать в себе центральную комнату и ложе в этой центральной комнате. На это ложе тело Господа обветло пеленами и положили, и соответственно вход в такие гробницы закрывался камнями, вход закрыли камнем. Сегодня, когда мы посещаем храм воскресения Христова, храм гроба Господня в Иерусалиме, мы в центре этого храма видим кувуклию, и когда заходим внутрь, то видим собственно только ложе Господа Иисуса Христа. Стоит вопрос, а куда же делась сама гробница? Императрица Елена, когда производила там археологические раскопки в 326 году, дабы обнаружить и место распятия Господа, и место погребения, не только обнаружила его крест, но также и нодифицировала Голгофу и обнаружила гробницу. И вот ради того, чтобы верующие могли этой гробнице поклоняться, все стены гробницы были сточены и осталось только ложе, и как раз над этим ложем и воздвигли первый храм, который уже впоследствии неоднократно перестраивался. Соответственно, мы с вами можем видеть, что в храме гроба Господня действительно Голгофа находится неподалеку от Кувуклии. Это соответствует историческим сведениям. Итак, Господа Иисуса Христа погребают с поспешностью, потому что приближается суббота, а Господь Иисус Христос уже принес себя как пасхальный агнец в жертву, и наступает время, когда в соответствии с еврейским законом в день субботний все находятся в покое, и Господь, дабы не оттолкнуть после своего воскресения тех евреев, которые будут к нему обращаться, в него веровать, он также пребывает этот день в покое, сходит душою во ад и разрушает вере смертный, а телом находится в гробнице, а воскреснет он на следующий день после субботы, который мы с вами называем воскресенье, а в Священном Писании он называется первый день после субботы и его воскресенье будет явным и великим удостоверением того, что его жертва была принесена не напрасно, совершилась цель достигнута, Господь не только распят, не только погребен, но Господь и воскреснет. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субботитры сделал DimaTorzok